Рады видеть вас в этом саде. И наша сегодняшняя встреча является продолжением цикла концертов «Искусство о вечном». Сегодня мы приготовили для вас специальную программу под общим названием «Тайны душевного мира музыкальных и художественных областей». Есть ли такой человек, который не хотел бы иметь внутренний мир? Есть ли такой человек, который не хотел бы ощущать чувство внутренней радости? Так вот сегодня мы расскажем вам об источнике этой радости, и вы узнаете, где находится основание внутреннего, глубокого, настоящего, вдохновляющего внутреннего мира. И для начала мы приглашаем на сцену хор «Северное сияние». Сегодня вы услышите произведение двух вокальных коллективов. Хора «Северное сияние» под руководством Натальи Моговной-Бейсовой и вокальный ансамбль. Мирангельс под руководством Дмитрия Тагилова. Оба коллектива ведут активную концертную деятельность и выступают со своими программами в Санкт-Петербурге и других городах. А также сегодня мы вновь сможем узнать секреты того, что скрывается позади художественных произведений известных живописцев. И в этом нам поможет искусствовед Государственного элементажа Алексей Иванович Сергеевич. Ну и сейчас мы услышим произведение Джона Радо «Псалон радости». Исполняет хор «Северное сияние». Исполняет хор «Северное сияние» 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 За царей Тебе мою Этой радости за Бог И за радость, что даришь Ты Счастье, что нам посылаешь За чудес и мир Отца Что ты даришь нам сердца За царей Тебе мою Этой радости за Бог За спасенье, как и без Что превыше всех чудес За святую благодать Что ты даришь нам сердца За царей Тебе мою Этой радости за Бог Этой радости за Бог Строго 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 Мария, скажи пожалуйста Какого человека можно назвать адекватным? Я думаю, что это тот человек Который в ответ на какую-то помощь Захочет выразить свою благодарность Например, сказать спасибо Я с тобой полностью согласен И я думаю, что то же самое касается И наших взаимоотношений с Богом Ведь Бог является подателем Для всякого блага И потому самая естественная реакция Это поздавать ему благодарение И хвалить его Сергей Васильевич Рахманин Хвалите Господа с небес Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Перед своим вознесением на небеса Христос обещал прийти снова, чтобы забрать всех, кто ожидает Его, туда, где Он. И с тех пор, надежда на второе пришествие, надежда вновь увидеть Христа под небом Эдемского сада, является центральной надеждой и центральной темой Эдема. Авторское произведение Людмила Лазинской «Небо Эдема» исполняет Егор Чапликин, концептемейстер Арина Тимофеева. Субтитры создавал DimaTorzok Моя заведенная мечта Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Небо Эдема» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Небо Эдема» Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Небо говоря, умолкнем, перестанем, ведь у людей не наступила торжественная тишина». Мария, как ты думаешь, а почему Христос был так спокойным? Я думаю, чтобы лучший исход был под Его контролем. Но в этой ситуации Он хотел преподнести особый урок своему ученикам. Он хотел, чтобы они поняли, что в любой непонятной и трудной ситуации нужно просто обратиться к Нему. И тогда тот, кто способен померевать ветру и полку, даст им душе припобой и благополучный исход в их трудной ситуации. «Спать среди бури» авторская песня Екатерины Лихачевой исполняет Елена Жолковская. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит песня Звучит песня Звучит песня Звучит песня Там быть навсегда Чтобы не в лодке жизни Сквозь бури добраться В вечный дом И там быть навсегда А-а-а-а-а-а-а-а... Дорогие друзья, ну, а сейчас я хотел бы, чтобы вы обратили ваше внимание на вот эту вот картину. Деомитра. Эта картина была написана в 1890 году британским живописцем по имени Брайтон Элье. И то, что мы видим на этом холсте, представляет собой весьма необычное явление. Мы видим, как свиримый выл напряженно находится в стороне стороны. И взгляды устремлены на искреннюю личность, на которую откуда-то сверху падает мягкий свет. И вот, как будто невидимая рука поставила незримую деграду между этими сильными животными и этим человеком. Сам Милубин разводит впечатление удивительного спокойствия. Он обращен к львам спиной, и кажется, что перед ним раскрылись небеса. И он взирает на того, кто незримой рукой поставил деграду между ним и Ра. Божественное межрадство здесь совершенно очевидно. И потому эта картина производит у нас такое сильное эмоциональное впечатление. И я думаю, что вы уже догадались, что человек, который изображен на этой картине, это Божий пророк Даниил. Как же так получилось, что Божий пророк оказался в этой темнице посреди голодных хищников? Дело в том, что персидские вельможи из зависти к Даниилу разработали план, как избавиться от Божьего пророка. Они даже пошли на то, чтобы обмануть самого царя, который выражал явное благорасположение пророка. И вот в результате этого плана Даниил и оказался в этом двинном реле. Однако что-то пошло не так. Не так, как планировали эти персидские вельможи. Ведь сам Бог Небесный вмешался в их планы и разрушил их, заступившись на своего пророка. Интересно, что в отношениях между Богом и Даниилом были не только чудеса избавления от верной смерти. Бог относился к Даниилу как к своему другу, с которым Всевышний делился своими планами, и которому он открыл всю будущую историю нашей земли. Однажды Даниилу в сновидении была показана фигура огромного истукана. И вот в образе этого истукана Даниилу была открыта вся мировая история. История всех мировых империй, которые следовали друг за другом вплоть до наших дней. И сам Даниил, когда он увидел этого истукана, он начал объяснять его значение. Вот что он увидел. Он увидел огромного истукана, у которого голова была вся из золота, и означала она империю Вавилона. Как раз ту самую империю, когда живут короны. Дальше он видит грудь и руки истукана, которые были из цилибра. И означали они империю Медоперсия. Та империя, которая пришла на смену Вавилонского правления. Затем живот и бедра истукана были из меди. И означали они империю Греции. Той самой Греции, которую мы считаем, что в учебниках как Александр Македонский пришел и в очень короткий срок завоевал большую часть стихташкого древнего мира. Затем Даниил видит железные истукана. И железные истукана означали римскую империю. Империю, которая пришла на смену Греческого правления. И вот в конце Даниил видит стопы истукана, которые были частью из железа, а частью из глины. Таким образом, Даниил было показано, что также и римская империя пройдет и будет разделена на части, которые в итоге становятся нашими европейскими государствами. Интересно, ведь Даниил умер задолго до того, как произошли все эти события. Правда? Но из истории мы узнаем, что его пророчества исполнились с удивительной точностью. С удивительной точностью. Вся эта информация записана на страницах Библии и остается только удивляться. А че я школьные ученики замолчу вот об этом? Ведь это является таким сильным аргументом в пользу достоверности Библии. А многие люди находятся абсолютно не видны никакого того, что вся эта история, которую мы читаем в школьных учениках, она была показана Даниилу за много веков до его исполнения. Но вот самая интересная из всей этой истории, это то, что произошло дальше. Вот Даниил видит этого огромного истукана. Он видит в ногах его нашу европу, и тот вдруг он видит, как камень оторвался от горы без содействия рог человеческих, и ударил этого истукана в железные и глиняные ноги него, и разбил их. И тут все вместе сокрушилось, железо, глина, серебро, золото, медь, все вместе сокрушилось, превратилось, как пыль, и ветер унес их так, что испытание осталось. А камень, разбивший истукана, сделался великою горой и наполнул всю землю. И сам Даниил и объясняет значение этого камня. Когда он видит нашу Европу, когда он видит наше европейское государство, он говорит, и во дни государствости Бог Небесный воздвигнет царство, которое по век не разрушится и которое уже не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. И я думаю, что вы уже догадались, что вот это царство, о котором идет речь, это Божье Небесное Царство, которое наступает при втором путешествии Иисуса Христа. И вот эта картина представлена в библейском восставании. Однажды, когда ученики Иисуса, называемые апостолами, они спрашивали Иисуса, задавали им вопрос, а как будет выглядеть наступление Отца в Небесный? И вот, когда Христос ему отвечает, он начинает с предупреждения. Он сказал, если вам скажут, вот Христос в пустыне, не выходите. Или скажут, вот Христос в потаённых комнатах, не верьте. Иными словами, Христос говорил, вот если будут говорить, вот его по телевизору, по новостям показывают, не верьте, говорит Христос. Потому что, как молния бывает исходит от востока и бывает видна даже до запада, так будет пришествие Иисуса Христа. И вот через несколько дней, после того, как Христос был распят и воскрес, Он собирает всех своих учеников для того, чтобы дать им заключительное наставление перед Своим Вознесением. И когда Он даёт им эти наставления, то Он вдруг начинает подниматься, и пока Он поднимался к небесам, то облако взяло Его из видовья. И пока ученики смотрели на небо, туда, куда Христос вознёсся, пристали перед Ним вдруг два ангела в белых одеждах и сказали, сей Иисус, который вознёсся от вас на небо, придёт точно таким же образом, как вы видели Его восходящим туда, на небо. И когда Он придёт, на облаках небесных, то Он уже не коснётся на вывоз своей на землю. Вместо этого Он воскресит свой народ. Умерший возвратит жизнь, а смертное наше тело преобразит в бессмертие. И так все люди, воскресшие ожидающие Его, будут вознесены на облако навстречу Господу. Вот так рисует себя картина, и таким образом объясняется значение этого камня, который ударил воскану и положил конец земной истории. Ну а сейчас, давайте на мгновение вернёмся в роли Винный ров. На следующий день, после того, как Данил был брошен на родцам и Винный ров, приходит к нему рано поутру царь Дарий. И жалобным голосом зовёт его. «Данил, прав Бога же Бога, Бог Твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Данил отвечал Дарий. «Царь, во веки живи! Бог мой послал ангела своего, и тот заградил пасть тельма, потому что я оказался чистым днем. Дай перед тобой, царь, я не сделал никакого преступления». Тогда царь Дарий весьма возрадовался о Даниле и повелел поднять его и взорвал. Данил был поднят, и никакого повреждения не найдено было наняно. Тогда царь Дарий пишет письма всем народам, живущим в его царстве. Пишет следующее в задержании. «Мир вам домножится! Мною даётся повеление, чтобы во всех областях царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данилом, ибо он есть Бог живой и вечно сущий, и царство его несокрушимо и бесконечно». Ощутив вкус чуда, Дарий почувствовал желание к другому счастью, к другой жизни. Что наполнило его сердце такой радостью? Конечно же, осознание красоты и реальности царства Божьего. Он почувствовал вкус жизни, который не имеет конца. Он почувствовал, что там, на небе, есть удивительная личность, которая может таким удивительным образом вступить из-за своего пророка. Такое отношение Бога к человеку настолько восхищает Даниила, что он сам начинает чувствовать удивительный мир и покой внутри себя. Такой мир, которого он не испытывал никогда прежде. Скажите, а вам хотелось бы испытывать такой мир? Да. Нет. Тогда откройте библию, и небо откроется для вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы вновь приглашаем на сцену хор «Северный сиянин», который исполнит произведение Грега Нельсона «Людям нужен Бог». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Удях ИПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЭН analyst Голуб vs. Gesхо Субтитры подогнали Симон. 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 Франция, самое разумное государство в мире, вдруг постало отрубать голову своим гражданам. Люди даже не понимали, не могли понять, за что. Сначала им казалось, если отрубим голову королю, то наступит как раз самое лучшее время. Деспотизм будет покончено, но на смену одной деспотии приходит другая, и этот процесс должен находиться до бесконечности. Робеспьер кричал, давайте не отрубим голову Дантону, и сразу революция победит у нас во Франции, сразу жизнь наша наладится. Дантона отрубили голову, а через неделю отрубили голову и самому Робеспьеру. А потом начались так называемые наполеоновские войны. И когда Францию разгромили, вот тогда только французы запомнились. А что же с ними произошло? Почему? Мы самые такие разумные люди, но мы совершили столько жестокости в жизни. И, естественно, они, люди растерялись. Они были в состоянии страха. Они не знали, а что теперь нам ждать от жизни? А что дальше? А что нам какое правительство предоставило власти, которое может еще больше жестокость устроить, еще больше трудностей устроить в нашей жизни? И, знаете, французы нашли ответ не у себя на Англии, а нашли ответ у Англича в романах Вальтера Скотта. До его средневековых романов вы, наверное, читали Айгенге, Вентин Дорвард, Пуэта, наверное, кто-нибудь, если не читал, то почитайте там как раз. И вот как раз в этих романах французы увидели те ценности, которые сложились на разваленных Римской империи. И главной ценностью это было христианство. И вот теперь у людей появилась какая-то нилечка, за что можно будет как-то зацепиться. Французы пишут свои произведения «Гения христианства», Викторию Куйго пишут «Собор Борисской Благоградии», было французский отдых на роман Вальтера Скотта. Оказывается, что в жизни у людей осталось что-то, что может как-то повернуть их жизнь к какому-то разумному началу. И, вы знаете, французы, которые перед этим разрушают терпли, накрашили статуи, буквально все витрахи были выбиты, сестер все одни были выбиты, и все они в него побежали в церкви. Они стали болиться. Они поняли, что другого выхода, без выхода уже нет для них, ничего не осталось. Вы знаете, они молились, а Бог их не слышал, Бог их, Бог спит. И, вы знаете, французский художник, вот, Жюр Минье, он изобразил эту ситуацию. Люди погибают, обращаются к Иисусу, а он их не слышит. Вот в такой ситуации могут оказаться каждый из вас здесь сидящие. Почему? И вот ответ тоже пришел в протестантских стран. Протестантские страны стали понимать, что, оказывается, Святой Дух, он не отдывает на формальное служение. Бог помогает не тем, кто просто молит Ему, а кто ищет Его. Понимаете, кто хочет понимать Его. Потому что молитва, она доходит до Бога только тогда, когда есть какое-то доверие Господу. И поэтому, если нет доверия, то всегда в нашей жизни будет какой-то страх. И вот Бог должен как раз подчеркивать мысль о том, что всякое недоверие, всякое проявление страха, это всегда будет в нашей жизни следствие недоверия Господу. Вы знаете, французы немножечко начнулись, и нашли какую-то опору в своей жизни, и стали строить жизнь немножечко, как-то заново. Ну, до данного разочарования все мужчины стали носить черные костюмы. Женщины одели черное платье. Это вот как раз только та культура, которая получила название романтизм. Культура, которая сложилась на стартах Римской империи. И вот этот черный цвет стал моден до сих пор. Всегда, когда нужно какое-то торжественное событие, мужчины одевают черные костюмы. А женщины очень любят черное платье. Поэтому романтизм – это не какие-то любовные увлечения, как часто люди понимают, аргентизм – это было бегство от жителей. А вот этот Жюль Менье, он стал популярным в России тогда, когда Россия тоже попала в такую ситуацию. У нас тоже был такой период. Картина получила освещение во многих русских городах. Попадали гравюры. Сама картина, она так и осталась во Франции. Но у нас было много гравюр. У нас эти гравюр делали большие фрески в церквах. Я бы насчитал, где-то более десяти фресок можно увидеть. Там, правда, немножечко с них своими искажениями, но тем и менее суть картин, она остается прежней. Почему? Потому что после разгрома наполеоновской армии, после войны 1812 года, естественно, Россия гордилась своими победами. Гордилась своей армией, так? И, естественно, и все царство Николая Первого, оно проходило под розовым непобедимости русской армии. И, знаете, разговоры о непобедимости русской армии закончились, не жадно было ее положение во время Крымской кампании. Когда весь флот Черноморской России пришлось в результате уничтожить, срыть все укрепления на Черном море. Вы знаете, сам царь Николай Первый, он растерялся. Потому что он считал, что он хороший, крепкий руководитель, он крепкий правитель. Что вот он страну держит крепко в руках. Был порядок у него во всем. Абсолютно контроль был абсолютно во всем в жизни. Вот. Все было у него, кроме развития. А развития никакого не было. Страна, война показала, что страна оказалась отставой. Потому что у Англичан уже был правой флот. А в России еще входили парусные суда. Да какая могла быть победа? И, знаете, царь, он не знал, что делать. Он тоже был в таком состоянии. Он не знал, что ждать от будущего. Ну, он боялся от реальной жизни уже. Обычно, знаете, царю Николай Первый, он сам говорил, что когда я стал царем, я перестал понимать правду от лжи. Потому что царю говорили только то, что ему нравилось. И царь потерял контроль, потерял управляемость. И вот однажды в Александрии, здесь парк недалеко за тебя находится, в коттедже из своего дворца, когда он походит к окну, и он увидел в окно английскую скадру. У своего окна, вы знаете, он русскую скадру принял за английскую. Он в ужасе убежал из дворца, и через два дня царь умер. Понимаете, царь, который держал всю страну в страхе, сам умер от страха. И вот после этого эта картина получила большое распространение в русской живописи. В частности, много фрейсов можно встретить в церквах на эту тему. Поэтому очень важно, понимаете, научиться человека, особенно, который становится христианином, ничего не бояться. Потому что если человек боится Господа, он будет меньше бояться людей. Меньше будет бояться каких-то жизненных обстоятельств. А что значит бояться Бога? Простим всегда. Люди людям говорили, будешь себя плохо вести, боженник и тебя накажет. А оказывается, уже при сыне Николая I и Александре II люди стали понимать, что Бога надо не бояться, Бога надо понимать. Знаете, жизнь у нас стала совершенно меняться. Поэтому в каждой картине, которую мы с вами видим, приходя в музей, в том числе и в армитаж, мы должны понимать, что главная картина не ее сюжет, а смысл. И поэтому такая картина, она открывается тому, кто начинает понимать сам себя. И вот эта картина, она людям говорила о чем? О том, что всякое применение в нашей жизни страха, это всегда будет следствием нашего недоверия Господу. Во второй части я вам расскажу о том, как Россия стала великой державой. Потому что никто не видел, что Россия может быть великой державой, в то время, когда народ бедный. Вот. Это тоже очень интересный момент. Тоже это большой способ сами увидеть в картине. Когда вы приходите в музей, вы внимательно смотрите. Потому что картины – это отлов в духовный мир. Знаете, и когда рассматриваете картину, то вы начинаете понимать, что картина нам рассказывала о том, как устроена наша жизнь. Спасибо за внимание. – АПЛОДИСМЕНТЫ У нас сейчас вы приглашаете на сцену ансамбль «Новидабелес». И следующее произведение, которое я не вспомнил, написано литовским композитором Миколуисом Кжублениусом. Миколуис родился семье агрогонистов. Он окончил художественную и музыкальную школу. Его картины знамениты фантастичными сюжетами. пришедшим к нам в самых далеких уголков Вселенной. Его музыка настолько эротична и возвышена, что способна увести в небо не только маленьких детей, но и взрослых. Первое произведение — это «Кирия», что в переводе с латыни означает «десподь». В древности оно использовалось как молитвенный призыв. И второе — это «Горе». Оно в переводе означает «украшение ореол». Эти два произведения точно станут угрышениями нашего сегодня, субботнего вечера. Итак, «Чурлейдос». Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогие друзья, мы с вами учимся разбирать живопись, понимать ее, потому что живопись это одно из самых сложных искусств. Самое высокое искусство считает это музыка. Именно музыку используют церкви для того, чтобы почувствовать влияние Бога. А живопись, она нужна для чего? Это как духовный пример для человека, чтобы человек научился себя вести более правильно. Поэтому в русских церквах вы увидите множество святых. Это своеобразные образцы для человеческого поведения. Не значит, что мы должны именно так жизнь переживать, так же должны страдать, но как вы удивили поведение, мы должны и можем осознать. Адаптировать для себя. То есть, то поведение, которое мы видим у святых на их годах, оно вполне доступно для простого человека. Но здесь очень важна еще и духовная составляющая. Потому что ценность всякого образа, оно зависит от его духовного содержания. Мы с вами говорили, что мы видим картину с вами Валентина Серова. Художник, который писал множество портретов. У него, правда, есть и пейзажи, есть и исторические картины. Вот это одна из исторических порозов, которые находятся в Светиповской галерее, кто-то бывал в Москве, могут видели эту картину. И здесь все понятно. Мы видим Петра Первого, да, самый, который идет по берегу реки Невы. Мы видим там, здесь, правда, плохо видно, Петропавловской крепости, Петропавловский собор там видим. Петропавловский sweholem. Петок очень решительный. У него, для него решительности его усиливает палка в руках, естественно, это тот инструмент, который помогал ему осуществлять руководство стране. Ну, мы сами понимаем, что практически все могут сказать про эту картину, что он о ней видит. Но главное, мы с вами говорили, в картине не содержание, а смысл. Так вот, что хотел Валентин Серов показать этой картине? Это было время, когда Россия была уже великой державой. Но Петр здесь изображал, он приехал только что из-за границы, он вернулся из Голландии. Из-за границы он увидел совсем другую жизнь. И такая-такая Россия была. Понимаете, и Петр самым решительным образом решил поменять жизнь русского человека. Почему, как говорил, в Голландии, самый простой человек живет лучше, чем русский помещик? Потому что быт у простого черного Голландия был совершенно другой. Был налаженный, был все чистенький, все аккуратненький. А наш помещик, особенно если это мелкопоместное творянство, всегда хотел какой-то грязный, какой-то неряшный. Люди, это какая-то речь несвязанная, какие-то люди необразованные. И вот он захотел поменять облик русского человека. Но люди не хотели никаких перемен. И вполне устраивало все то, что есть. Потому что человеку свойственно, знаете, привлекать даже к плохому. Ему не хочется ничего. Особенно было много людей влияния. Люди предпочитали просто жить день от дня, не обращая внимания ни на что. И, естественно, все Петровские реформы в Москве, они встречали сопротивление. Люди сопротивляли всему новому. В том числе их и поддерживала церковь. Потому что все эти линии Запада, все то, что новое приходило в Россию, оно рассматривалось как наступление на Святую Русь, наступление на православие. А патриарх Адриан кричал, выйдет за веру православную, мы не позволим брить бороды, так? И людей из него, если человек попрелся, его в храм не пускали. Зачем человек, мужчина, говорит, а он приходит с бабской мордой переводить в насутение, так же такое. А Петр заставлялся все-таки бриться, всех перемож, так само, чтобы люди носили нормальную человеческую одежду, чтобы они приняли нормальный человеческий облик. И вот теперь уже сам Петр показывал, что в нем теперь нужно носить европейские типы одежды. Нужно все по-другому действовать. Но Москва, она встречала все эти реформы бунтами. И Петр там уже ничего не было сделал. Там настолько был дух и воли, что он полностью порабощал человека. Вот осталось, говорит, он слишком крепко держался традиции. А традиции они защищали вот эту многовековую отталость русского человека. И Петр решает, что надо столицу сделать в другом месте. Столицу, которая даст возможность людям ездить за границу, бывать в Европе, чтобы европейское влияние было как можно шире в русской жизни. И вот здесь, на берегах Финского залива, он основывает свою столицу. А как основать столицу? Фактически, в чужом государстве. Эту территорию его дедушка по столбовому миру, вы, наверное, по историю школы изучали, что отдал шведов. А зачем, говорит, нам эта территория? Здесь они похожи, в наводнении бывают. Здесь, видимо, плохая, говорит. И вот эта ситуация, она как раз вызвала северную войну. Конечно, Россия вышла победительницей в этой войне, потому что Балтийское море, это был самый кратчайший путь в западные европейские страны. И Петр Первый очень зелил. И вот он говорил, что именно Петербург стоит, да, действительно, на болоте, а Москва будет на Смуте. Поэтому я вот Петербург делал как бы образцом для всего, для всей остальной России. Он велел, чтобы каменные здания теперь строили только в Петербурге. Никаких нереяных домов он не признавал. Все каменщики должны были приехать в Петербург, чтобы здесь возводить тварцы для льмож. Потому что все льможи до Петра, они жили не в двортах, а в тюрьмах. В России необходимо поверить в то, что человек должен жить только в деревянном доме. А в каменном доме жить неприятно. Поэтому вот в Петербурге совершенно начинается новая жизнь. И вот этот указ Петра о каменной здании-то отменила только Анна Гаконина. А до этого все каменщики работали только в Петербурге. Этого мало. Но тварцы нужно было как-то украшать. Надо было завозить мебель западноевропейскую. Привозили картины, различные предметы, пыльта. Понимаете? А картины очень часто были на религиозные темы. Очень много. Зачастую, правда, путали античную тематику с христианской. Но тем не менее все равно через культуру, через какие-то произведения искусства, духовные понятия начинают скопить в жизни русского человека. Русский город, он тысячу лет верующий народ, так, все христиане. Но русский человек, он никогда не читал ни Библию, ни Евангелие. Понимаете, Евангелие он слышал в церкви на старославянском языке. Люди слышали звон, а не знали, где он. Поэтому Евангелие стало предметом не изучения, а только предметом культа. А как понять христианской мысли? А вот попадали новые картины, новые произведения искусства, и вот люди друг друга подовещали, рассматривали эти картины. Аристократы называли живопись интеллектуальной забавой, потому что всем захотелось понять, о чем эта картина. Вот, например, самая первая картина, на религиозной теме, которая к нам прибыла, это картина Рэппорт, обращание Давидов с Кианнафаром в Армитаже. Если вы были, то вы, наверное, видели эту картину, сам кто-то первый привез в Россию. И вот там постепенно различные духовные понятия именно через культуру проходят так нам. И вот уже Екатерина II, она создает целую галереи в Семьем Зарте, Лоджей Рафаэля, где в Ветхие Заветы, Библия, она изображена в художественных образах. Поэтому Библия, она в Россию пришла прежде всего не как книга, а как картина. Люди смотрели на живопись и усваивали какие-то духовные понятия, духовные представления. Это был очень важный факт. Поэтому культура для русского человека стала способом погибания духовных ценностей. И вот здесь как раз показан Петр решительный, а за ним идут его современники. Вы знаете, современники, они идут не только из страха. Петр идет напролом, а все остальные нет. Вот молодой человек идет, он идет вроде прямо, но с головой назад. Так и русский народ, понимаете. Когда двигался по направлению к западноевропейской жизни, он пришел вперед с головой назад, все время оглядываясь на свою предыдущую жизнь. Поэтому было очень много проблем всегда и у Петра, и у всех остальных. И вот это по мере того, как Россия, она усваивала вот эти христианские ценности, Россия и становилась Западом, становилась Европой. И в России менялась жизнь. А в чем главное достижение было? В том, что менялось отношение к человеку. Это было очень важно. И Валентин Серов писал эту картину, когда Россия стала великой державой. И ему было очень важно понять, как Россия в то время может быть великий державой, в то время как народ бедный. Потому что Петр, он тоже приехал в Голландию, и ему было интересно понять, как голландцы стали голландцами. Почему такие же люди работают? Они немного работали, а жили гораздо лучше. А в России много работали, а жили плохо. Почему такие вещи на земле происходят? А все зависит от того, наша жизнь, она зависит от чего? Как мы думаем, так мы и живем. Поэтому было очень важно для того, чтобы наука, техника, культура, они заработали. Было очень важно духовное развитие человека. И вот все те культурные достижения, которые в Россию попадали, они становились именно плечом понимания новой жизни. И по мере того, как русский народ уславил христианство, понятие Россия становилось Европой. Так самое. Поэтому мы очень ценим, что художник Алексей Серов, он и показал нам вот этот момент перехода. Вот это отчаяние ветра заставит людей жить по-новому. И в то же время тот результат, который уже люди имеют. И вот когда мы сами смотрим, разглядываем картины, то каждая картина нам показывает и рассказывает о нашей жизни. Какими мы были и какими мы есть на самом деле. Но чтобы понимать, что человек должен, прежде всего, научиться понимать самому себя. Спасибо за внимание. А сейчас мы бы приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Мирабелис». Пока они выходят, у меня есть такой вопрос. Вы знали, что каждая из семи нот имеет свое значение? Так, нота «До», она звучит как «Доминус» и переводится как «Господь». «Ре» — «Рына» — «Материя», «Ми» — «Миракулус» — «Чудо», «Фа» — «Фамилия с планетариум» — «Семья планет» — «Солнечная система», «Сол» — «Солис» — «Солнце», «Ляк» — «Мягтая вера» — «Лечный путь», «Иси» — «Сидырая» — «Небеса». Произведение, которое мы сейчас услышим, называется как первая музыкальная нота «Кантанте домино» или «Пойте Господу». Именно такое название носит хоровая музыка, написанная композитором Клаудио Монте-Верде. Итак, «Кантанте домино». «Кантанте домино» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА